Все школы республики к приему детей готовы. Наша съемочная группа съездила в Алатарский район, чтобы узнать, как обстоят дела в Алтышевской школе. 1 сентября Алтышевская школа откроет свои двери для 48 учеников. К новому учебному году здесь проведен косметический ремонт. Единственное, в планы нужно вписать благоустройство территории школы. После посещения школьных кабинетов для беседы с представителями органов власти, за общим столом собрался учительский коллектив, родители школьников и просто неравнодушные сельчане. Многие родители выразили обеспокоенность тем, что из-за реорганизации школы она может и вовсе закрыться. Разговор состоялся очень конструктивный, все высказали свое мнение и всем прекрасно было объяснено, что данная школа закрываться не будет. Будут дети обучаться с 1 сентября данной самостоятельной школе. Она не будет ни присоединена, ни закрыта. Родители прекрасно понимали, что школа будет оставаться самостоятельной, но в то же время была группа родителей, которые не до конца понимали суть дела. И поэтому, соответственно, они стали высказать свое мнение. На сегодняшний день школа отремонтирована, она готова к приему детей на 1 сентября. Учителя все вышли на работу, вакансий в школе нет. В классах создано уютное и хорошее условие для обучения. Однако руководству села, коллективу и всем жителям необходимо подумать о том, что для дальнейшей ее работы необходимо позаботиться о привлечении в нее учеников. В нас ходит граждан с родителями, немножко были эмоции, конечно, я сожалею. Практически длилась у нас где-то полтора часа встреча. Мы пришли к хорошему пониманию, что наоборот мы строим планы, потому что данное сельское поселение в местной инициативе не участвовали. Мы на сегодняшний день проект готов. Рассматриваем, подать на экспертизу и сделать данной школе крыши. У нас есть немножко проблемы. А в прошлом году в этой школе мы сделали санитаритические условия, около 900 тысяч мы вложили. И поэтому никогда и не рассматривалась на данный вопрос. Наоборот, это село, как уже было сказано, село как бы живет, процветает. Во время встречи было сказано много добрых слов об учебном заведении, ее педагогах и качестве образования. Алтышевская основная общеобразовательная школа сегодня показывает достойные результаты и по сдаче госэкзаменов, и по подготовке детей к олимпиадам, известны и успехи педагогов. Я родительница двоих детей. Старшая дочь у меня закончила эту школу, сейчас учится в ЧГУ Чебоксара. Младший у меня идет в девятый класс. Я даже сейчас рада, что мы все обсудили вопрос и приняли решение, что действительно школа остается. Ну, я очень рада, что ребенок, дети у меня учатся в этой школе. Мы тоже приезжие, мы живем 20 лет здесь, и нравится нам школа. Замечательная школа. Я такого уюта нигде не видела. Мы учились в большой школе, где было по 30 детей в классе. Здесь практически индивидуальное обучение. Все дети вежливые, учите вежливые. Я городской житель, но такого уюта я здесь не видела нигде, кроме как здесь. Прекрасное место, очень уютное. Тут шло как бы собрание у нас, но народ немножко неправильно понял. И шло о реорганизации школы. Все теперь понятно всем, закрытия школы никакой не будет. Всем все понятно, все довольны. И приехал сегодня у нас представитель Сибаксар. Все еще раз объяснил. Школа будет работать. Школа будет работать. Всем большое спасибо за нашу школу, потому что у нас село процветающее, не умирающее. Очень много остается молодежи. У нас в школе церковь, в селе у нас церковь, сельсовет, новый медпункт построили. И наша красавица школа, тем более новая школа, 30 лет всего школе.